Я Вероника Колесникова, учусь в 37-й школе. А ты же давно занимаешься фотографией? Да и лет пять уже. Ну, то есть давно, ну, техника не всегда хорошая бывает. А почему именно это направление у тебя? Ну, не знаю, я вообще такой творческий человек. И рисую, и танцы, и леплю, и там, ну, много. И вот фотографию тоже меня заинтересовало. Сначала друзья так просили фотографировать, потом сама как-то уже отдельно. А на каком это продвижение? Сейчас Касио H15. Ну, такой цифровик, ну, функции зеркальные есть. То есть, ну, тоже не очень меня устраивает, конечно. Хотелось бы покруче. Ну, пожалуйста, а в каком месте, при каких условиях, какие, ну, с моментами ты хотела передать к своей фотографии, где она была сделана? Ну, вот конкретно эта фотография, она участвует в номинации цифровая обработка, и я вот в сити-парке сфоткала карусель. Ну, просто она мне так понравилась. Не знаю, детство вспомнила, какие-то воспоминания нахлынули. Решила вот, ну, запечатлеть. А потом немножко так в фотошопе подредактировала, и прям ярко получилось, сочно. Я сама очень довольна, не знаю. Вот именно детство хотелось передать. Вот этот, ну, момент счастья, который ты испытываешь на карусели, когда катаешься. Скажи, как ты считаешь, на что это не конкурс оборудишь? Как можно больше. Скажи, как можно больше. Спасибо. Юля. Скажи, как узнала выставку, почему ты пришла? У меня подружка здесь участвует, и пришла ее поддержать. Какие работы понравились? Ну, конечно же, ее работа мне понравилась. Ну, и так еще вот многие все интересные, своеобразные. У каждого свой подход. В общем, все очень хорошо. Скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, нужны ли такие мероприятия? Какие выставки в городе Воронеже? Конечно. Вообще любые мероприятия нужны, которые помогают как-то развивать творчество, интеллект и все остальное. А какие еще выставки, да, это, может быть, тоже приходилось друзьям на сайте? Как-то вот летом была выставка, где-то на Кирово, по-моему, какая-то выставка была тоже фотографов, но я туда не попала. А еще мероприятия, которые вот так же, может, объединяют людей, привлекают к чему-то? Ну, конечно, не знаю. Ладно, другой вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, нужны ли воронеже шкулы по фотографиям? Конечно, но хотя на самом деле, в принципе, фотографов сейчас много вообще развелось. И для того, чтобы их как-то более систематизировать, чему-то научить, это все нужно обязательно. Хорошо, спасибо большое. Ребята, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Дима. А вы как узнали об этой выставке, почему пришли посмотреть? Мы из Липска приехали. Вы просто прогуливались? Да, просто прогуливались. Хорошо, а какие-то работы, может быть, у шефа понравились, прогуливались? Весьма. А почему? Эффектно просто, соотносительно. А у вас проходят такие же выставки в городе? Нет, нет, нет. А хотели бы? Хотели бы. Считаете это нужным, необходимым? Да, это поднимает настроение. Можно увидеть, о чем думает человек. А сами занимаетесь фотографией? Да. Что фотографируете, может быть, в каком жанре работаете? Нравится что-то? Жанр. Пейзажи немного, люди в основном, эмоции. Вот эти больше всего. Не люблю фотографировать людей, которые заведомо знают, что они будут сняты. Самые интересные кадры получаются, когда человек не знает. То есть в естественной среде, в естественной обстановке, в естественном его действии. Самое интересное. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, нужно ли современной молодежи, чтобы у них были школы, может быть, курсы, больше курсов, для того, чтобы они могли учиться и создавать хорошие работы? Конечно, я думаю, да. Ну, у нас как, у нас было, у нас приезжали люди, проводили курсы, объясняли там все. Но опять же, приезжали с Москвы, там одна-две лекции было. В принципе, я думаю, этого недостаточно. Было бы неплохо какую-нибудь школу организовать. Или тоже. Почему люди, то же самое, вклад денег в то, что нравится людям, почему бы не сделать. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Скажите, пожалуйста, вы как узнали об этой выставке? А мы просто мимо проходили. Как вы считаете, необходимы ли городу Воронеж подобные мероприятия? Я думаю, да. И Липецк тоже. Мы с Липецком. Мы с Липецком. Да. Скажите, а в Липецком проводятся подобные выставки, конкурсы? Конечно. В выставочном зале у нас. На улице Ленина. Так что приезжайте. А там представлены работы ребят или профессиональных? И профессиональных, и тоже таких начинающих фотографов. Скажите, пожалуйста, может быть, какие-то эмоции у вас вызвало уже когда-нибудь определенная фотография, что вам понравилось? Да. Девочка вон там. Вон девочка маленькая сидит. А что именно фотографии понравилось? А все понравилось. Особенно девочке. Хорошо, спасибо. До свидания. Я здесь участниками. Скажи, пожалуйста, какую фотографию представила? Почему в этой номинации? Ну, я представила фотографию проспекта революции с высоты в номинации «Необычный Воронеж». Ну, потому что необычное является то, что с высоты. То есть не каждый может увидеть город с этого места. Потом и вторая типовая обработка. Фотографию. Пустая дорога, дождливая. Дождь идет, и дома вокруг. И атмосфера вся эта обработки. В общем, так. Расскажи, пожалуйста, в каких жанрах чаще всего работаешь? Почему ты занимаешься фотографией? Заниматься начала, потому что нравится. Вот, очень увлеклась этим. И в жанрах пейзажной фотографии, и репортажной, наверное. Вот. Портретная пыталась, но как-то больше пейзажная. А сложно было сделать фотографии от Воронежа с высоты? Ну, вообще, у меня много есть таких фотографий. Вот, как-то, ну, не особо сложно. Есть еще будут фотографии таких. А с каким фотоаппаратом работаешь? Ну, работала я с Samsung, цифровая мыльница обычная у меня была. Вот, а сейчас Canon 1100D. Рассчитываешь дальше продолжать? Да. Специалист фотоком на фотоаппарат? Да. Тогда удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Ты, пожалуйста, их меня зовут? Сергей. А как узнал о выставке? Почему пришел? Ну, пришел, потому что мои фотографии выставляются. Участие? Да. Отлично. Расскажи о своей фотографии. Ну, вот висит одна из моих фотографий. Вечерний Воронеж. Фотография сделана с подвесного моста на Чернавской дамбе. Получился такой красивый вид, потому что снимали в определенное время, после захода солнца. И вот такая фотография. Случайно, совершенно, собственно. А сложно было сделать такой фотографии? В такой момент фотографировать? Собственно, не сложно. Просто повезло. Просто повезло. Давно занимаешься фотографией? Ну, два года уже. А хотел бы, да, ты дальше собираешься продолжать развиваться? Ну, да, конечно. Скажи, пожалуйста, а как считаешь, нужно Воронежу проведение таких мероприятий, выставок, конкурсов? Конечно, нужно. Нужно поднимать уровень фотографов, сделать конкуренцию для того, чтобы уровень поднялся в профессиональный уровень. А нужны, может быть, в Воронежской школы курсы по фотографиям? Ну, конечно, нужны. Но вроде у нас нет проблем с этим. У нас есть там и курсы, и все. Нужно просто... Чем больше фотографируешь, тем лучше. Какие фотографии еще понравились? Да, практически все. Много нравится. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Меня зовут Солк Попалери, я являюсь руководителем творческого проекта Воронежской общественной организации «Наше общее дело». Скажи, пожалуйста, про выставку. Ожидали, что 40 людей придет? Не ожидал? Нет, на самом деле мы думали, что будет небольшой ажиотаж, да, так как мы объявили этот конкурс, что он крупнейший в городе. Но пришло гораздо больше людей, чем мы ожидали. И мы очень рады, что среди молодежи столько талантливых ребят, которые заинтересованы в этом. Расскажи по качеству и по профессиональности у фотографий. Ну, здесь есть как фотографии, выполненные на высшем уровне, да, то есть на них можно посмотреть, сказать, что этот человек давно этим занимается, что он профессионал. Есть очень интересные задумки, но, на мой взгляд, они слабо представлены в техническом плане. Но все равно, если посмотреть на фотографии, то можно сказать, что дилетантов здесь нет. А кто помогал в организации? Какие компании? Что является там? Ну, главным инициатором была общественная организация «Наше общее дело». То есть мы решили организовать этот конкурс, так как большинство молодежи сейчас, они занимаются фотографией. То есть все покупают фотоаппараты, бегают, снимают друзей из себя. Мы решили вывести это немного на другой уровень. Нам помогла очень в организации фотостудии «Камертон». То есть они помогли нам в судейском коллективе, они помогли в организации выставки, в номинациях и в разных тонкостях самой фотографии. А также торговые центры нашего города. Отдельное спасибо за это. Сити-парк Уград, Московскому проспекту, центр галереи Чижова. Сити-парк Уград